Ну что же, 21 занятие по редактору Brackets, и вы, наверное, уже успели заметить, что здесь нет горизонтального меню, в котором содержатся открытые файлы. То есть, ну, мы знаем, привыкли еще по всем редакторам, что они вот тут должны быть. Если вы по ним сильно скучаете, их можно поставить при помощи специального плагина, который называется Documents Toolbar. Тулбар, если полностью читать, так, давайте его введем, я тут забыл буквочку L, и видим, вот у нас появился Documents Toolbar, давайте мы его установим. Так, сразу предупреждаю, что у меня возникали некоторые глюки при использовании этого тулбара, то есть, я вообще им уже не пользуюсь, я привык переключаться на Ctrl-Tab, между файлами достаточно удобно. Ну, и плюс, когда здесь куча открытых файлов, то все-таки удобнее будет работать с вертикальной панелью, чем с горизонтальной. То есть, тут они все будут отображаться. Итак, смотрите, то есть, изначально после установки тут ничего не показывается, вы либо перезагружаете редактор, либо закрываете открытые файлы и открываете их по новой. То есть, дальше уже таких глюков не будет. Следующий момент, то есть, что здесь можно настроить? То есть, в принципе, смотрите, давайте мы включим настройки. И здесь, во-первых, вы можете спрятать вот эту панельку, то есть, видим, бах, она пропала. Указывать, показывать иконки или нет. Затем указывать, если вы показываете иконки, то показывать серые иконки, видим в серых тонах. И использовать шрифт, который у нас стоит здесь по умолчанию. То есть, если мы эту галочку снимем, то здесь видим, шрифт у нас уменьшился, то есть, другой стал. Дальше. Давайте мы это закроем. И вот получаются такие вкладочки. Если мы тут что-то будем менять в любом файлике, то тут автоматически, вот здесь видим, кружочки у нас стоят, если не сохранен файл. А тут она подсвечивается вот таким синим цветом. То есть, ну, видим, достаточно наглядно. Еще какой момент. Ну, сохраняем, пропадает. Мы можем указать, как конкретно будут выглядеть вкладки чуть ли не для каждого файла. То есть, например, давайте мы щелкнем правой кнопкой. И set tab colors, например. И видим, тут появился файл index.html. И мы можем указать для него специальный цвет, который захотим. Например, укажем фиолетовый и белый. Пускай будет. Ну, вот тут цвет шрифта, а тут background сам. Жмем закрыть. Перезагружаем редактор вместе с расширениями. И видим, вот у нас стало фиолетовым цветом. Единственный косяк это... Так. Я не помню. А, когда показываются иконки, давайте мы их включим, то надо будет выбирать вам цвет поаккуратнее, потому что не всегда они смотрятся вот с таким цветом. То есть, проще всего, все иконки нормально смотрятся именно на сером фоне, либо на светлом фоне. Еще один момент. Вы можете настроить иконки не только для файла index.html, а вообще для всех html файлов. То есть, обратите внимание. You can apply rules to set of files, example. Звездочка.css. То есть, если мы укажем вот так вот, то такой стиль применится для всех html файлов. То есть, либо имя конкретное, либо звездочка и дальше точка расширения. И такой стиль будет применяться для всех html файлов. Давайте я удалю отсюда все, обновлю программу. То есть, вот таким образом вы можете настраивать каждую вкладочку отдельно. Ну, я у себя это потом удалю, вот это расширение.